Итак, господа, всем привет! Продолжаем смотреть на IEO проект предстоящий и сейчас у нас на обзоре биржа ZBG. Для краткости, наверное, будем ее ZBG называть, как-нибудь так. В общем, давайте смотреть, погнали! Итак, данная биржа уже проводила, токен сейлы проводила их, по-моему, два раза, то есть вот эти вот проекты были. И сейчас планируется к запуску еще один токен сейл, который пройдет 15-го числа, 15-го апреля, в 6 утра по UTC. То есть это в 9 утра по Москве, либо, как они пишут, в 14.00 по гонконгскому времени. Токен сейл будет проходить в двух форматах, либо можно купить за местные токены, либо можно купить за USDT. В общем, давайте посмотрим более подробно, перейдем на страничку предстоящего токен сейла. Здесь, кстати, щелкает таймер, поэтому удобно, не надо время вычитывать и как-то переводить с UTC обратно и так далее. В общем, они представляют проект EVO.IO. Мы можем перейти на их сайт, посмотреть и узнать, что они из себя представляют прикладную платформу для электромобилей. То есть очередное ICO, которое никому нафиг не нужно, потому что, как они говорят, с помощью этих токенов можно будет страховать, покупать автоаксессуары, заряжать электромобили, пользоваться всякими сервисами авто, рекламировать и так далее. В общем, то, для чего блокчейн нафиг не нужен, то, для чего токен нафиг не нужен. Все, мы это проходили уже. В действительности проект этот, я думаю, никогда не заработает. Тем более, во-первых, учитывая то, что вообще у нас электромобильники не распространены. Во-вторых, то, что, как я уже сказал, в принципе эти токены не нужны, здесь не нужен блокчейн, не нужна криптовалюта. В общем, просто очередной хайп. Но это не мешает тому, что люди, кто сможет купить токены на предстоящем токен-сейле, как-то хорошо заработают. Совершенно это тому не мешает. Я думаю, что единственный минус в том, что никому зайти сюда не получится. Почему? Потому что давайте посмотрим, как проходили предыдущие раунды на этой бирже. Мы можем включить видео и посмотреть, как в неком компьютеровом клубе развлекаются наши азиатские партнеры, скупая токены. В общем, естественно, шансов никаких у простых людей не будет. Все скупят либо боты, либо специально обученные китайские товарищи. Для примера, 25 марта они тоже продавали токены проекта Камари. Из 25 тысяч человек, которые отправили заявки, было удовлетворено всего лишь 2700 заявок. То есть совсем мало и понятно, что они были раскуплены ботами и специально обученными людьми. В общем, господа, максимальная капа 1000 долларов на человека, 20 долларов минималка. Прайс на токен будет опубликован в день токен сейла. Наверное, это основная информация, больше нам ничего знать не надо. Естественно, надо пройти KYC. KYC, как я сказал уже, я ярый противник. Ну, не знаю, конечно, они подталкивают меня все-таки зайти в какой-нибудь проект. Но совсем не хочется заниматься прохождением верификаций. Продавать свои данные за какие-то мнимые пару иксов. Ну, в общем, тоже решать вам. Если вы в этом проблемы не видите, то заходите, участвуйте. Можете, кстати, посмотреть white paper этого проекта. Я думаю, он много вам о чем расскажет. Ну, на самом деле, как я уже много раз говорил, проект не важен, пока идет хайп. Совершенно пофигу, в чем участвовать. Вообще, я не вижу никакого смысла с ними ознакомливаться. Как-то более подробно. Потому что, естественно, если бы проект выходил без IEO, просто, где-нибудь у него ICO была бы. То ни один разумный человек сюда бы, я думаю, не зашел. Но, тем не менее, игра продолжается. Поэтому давайте, если не участвовать, то хотя бы следить за ними. На этом все, господа. Спасибо за внимание. Всем бай. Спасибо за внимание.